МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех присутствующих здесь. Я Александр, и пришел сюда сегодня для того, чтобы решить свою судьбу, найти избранницу своего сердца и создать семью. Меня пришел поддержать мой друг. Очень приятно, проходите. Александр, 55 лет. Сделал предложение девушке, она взяла тайм-аут на раздумья, а через 9 месяцев родила ребенка от другого. Александр – проектировщик в сети продуктовых магазинов. Гордится, что однажды выиграл путевку в Египет. Предупреждает, что не имеет сексуального опыта. Мечтает познать радость отцовства. Александр никогда не возьмет в жены курящую женщину с ребенком и не обратит внимания на свою ровесницу. Женится на скромной интеллигентной женщине, которая согласится подарить ему сына. Здравствуйте! Мы прямо стоящий жених. С таким красавцем пришли. Я уже прямо начинаю задумываться о другом. Что-то изменилось в гороскопе, Александра, нет? Знаешь, ничего не изменилось бы. Но если бы Александр не был человеком старой формации, я бы тоже задумывалась о другом, потому что женские и мужские планеты в вашем гороскопе находятся в постоянном конфликте. И роли у вас, мужские и женские, немножко спутаны. Вы, с одной стороны, человек достаточно покладистый, хотя и требовательный, и позанудствовать умеете. С другой стороны, женщин выбираете более активных, чем вы сами, и потом с ними начинаете успешно бороться. Ну тебе-то как сегодня будет, Роза? Ой, Ларис, прям не знаю, что и сказать. Мужчина, который в 55 лет не имел сексуального опыта, ну странновато, наверное, думать о детях. Наверное, больше надо думать о самом процессе. Зачатия. И ну уж, раз вы так себя долго хранили, может быть, всё-таки невесту будете холить и лелеять, как дар божественный. Хотя, в принципе, я вот вам рекомендую за любую. И курящую, и не курящую, с детьми, не с детьми. Прям вот кто согласился, того и берёте. И гулящую, и всякую. Правильно. Скажите, Александр, я вам тогда эксклюзивный мастер-класс, можно сказать, по обольщению женщины преподала. Воспользовались? Ну, попытался по возможности, да. И что получилось? Ну, практически безрезультатно, потому что, ну, поухаживал за одной дамой, она мне обещала позвонить, в конце концов, но не звонит. Ухаживал за другой дамой, ну, расстались тоже. Поэтому в результате ничего не получилось. Лен, ну, это твой вариант, Лен. Не целованный парень, ты, как бы, женщина у нас с опытом. Ну, поскольку повторение мать учения, значит, я думаю, где бы нам устроиться, и я прямо вот на примере длинноногой блондинки, практически тоже девственницы, как и вы, с хорошим, мягким, покладистым характером. Ну, преподам ещё один урок. Вот давайте, Александр, предположим, вот Роза длинноногая, высокая, юная блондинка, с хорошим характером, тоже без богатого прошлого, попытайтесь, учитывая мои советы, если помните, либо я уже прямо буду в процессе корректировать, познакомиться. Вот познакомиться. Ну, допустим. Предположим, первая встреча в ресторане. Пойдёмте со мной. Оба. Идёмте, идёмте. Ой, какая молодец, Розалия. Вот, 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 вот. Ну, так что я блондинка, ты говоришь? Длинноногая. Длинноногая, без особого, бурного прошлого. Мало того, с хорошим характером. С хорошим характером. Покладистая. Вот вы пришли в ресторан. Правильно, правильно. Молодец, молодец. Розалия, не сдавайся без боя. Так, пожалуйста, здесь один режиссёр, а вы даже не ассистентка, поэтому сидите и молчите. Ангел, души мои, я всю жизнь стремился найти себе пару, и вот, наконец-таки, я встретил вас. Вы избранница моего сердца, и я хотел бы, конечно, связать с вами свою жизнь. Мужчина, вы меня что, хотите, что ли? Да, я хочу вас иметь целиком и полностью в качестве своей второй половины. О, боже мой, какая развратная попалась нам невеста. Ну почему? Александра. Не развратная, а умная. А что это он мне сразу предлагает? Руку и сердце, и всё остальное. Странно вообще-то. Какая говорливая это оказалась. Александр, вот о чем будете говорить-то на первом свидании? Мы сейчас с вами на первом свидании поговорим о нас, о любимых, конечно. Вот, поэтому я хотел бы узнать, что вы хотите от меня в семейной жизни. Какие у вас есть интересы, претензии? Ну я от вас ещё ничего не хочу, потому что я не знаю, что у вас есть. Ну, у меня есть самое главное, это желание. Твёрдое желание и... Твёрдое желание? Да, твёрдое желание. По вере на слово. Во-вторых, есть у меня и более прочная основа. Я профессионал своего дела, и поэтому могу вас всегда... А кем работаете? А работаю я проектировщиком магазинов универсальных, поэтому... Мау! Ой, какой ужас! Так мы сейчас заменим другую девушку, если вы так будете ломаться. Здрасте, это я ломаться-то, извините. В образ, в образ, вгоняем блондинка. Блондинка, блондинка. Хорошая девочка, хорошая девочка, хорошая девочка. Так что, я соглашаюсь, что ли? Ну, я надеюсь, вы согласитесь, и мы с вами поладим в будущем. Александр, а сколько мне лет, Лариса, хоть в образ твой? 49. С ума сошла! Значит, блондинка хорошо, ноги длинные тоже хорошо. А что у меня 49-то? А сколько? Хорошо, 25. Александр, секундочку, о чём будете говорить на первом свидании? Подсказываю о женщине. Говорите, какая она прекрасная. Задавайте вопросы, связанные только исключительно с девушкой и с её личной жизнью, да? Хорошо. Вот хотел бы узнать, как у вас личная жизнь не складывалась, и я надеюсь, что со мной она, видимо, сложится. Как вы полагаете? А вы что, доктор, что ли? Психоаналитик? Что-то вы меня про личную жизнь спрашиваете. Я не доктор, но всё же, тем не менее, это имеет большое значение для нашей взаимной общей жизни. Что-что-что имеет значение? Ну, в общем-то, ваше стремление взаимное. Ваше взаимное стремление. Взаимное стремление. Да, если будет взаимное, значит, у нас всё будет, я надеюсь. А что у нас должно быть взаимно? Ну, быть вместе с сегодняшнего момента и навсегда. Ещё больше. Александр, то есть, если девушка появится рядом, вы на неё не обратите внимания. Нет, только даму своего сердца. Только даму своего сердца. Значит, делать вам нечего, отправляйтесь к себе. Пошла, пошла отсюда. И так тут мало женихов у нас. Только даму моего сердца. Всё, отдадите мне. Александр, и вот это вот целование оголённых ручек и плечиков, это уже на какой минуте? Ну, надо развивать какие-то отношения, правильно? Чушь. Развивать, конечно, надо развивать. Ну, вы понимаете, что в жизни так... Целуйте меня. Целуйте, лапзайте, лапзайте её. Да-да-да, вы понимаете, что не всегда вам так будет фартить, вы понимаете, да? Ну, начинать же надо с чего-то и продолжать развивать, конечно. Слушайте, я уже начинаю сомневаться, кто из вас здесь. Знайный мужчина, берите меня, берите, мужчина. Боже ж ты мой. Ты что, это у него цветами розитка такая? Ой, роза. Да, вот такие женщины, видишь? Но ты себе этого не позволяешь. Так, ребята, значит, теперь вас слушайте. И вот, предположим, оркестрик заиграл ваша, кстати, любимая музыка какая? Из Бирмингема в Лейерпуль. Хорошо, пожалуйста, прямо сейчас вот по заказу. Розалия. Боже, 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 это же не предполагало, что настолько блондинка. Да-да-да-да. Ребят, теперь сульчики отодвигаем в сторонку. Да, и я сейчас посмотрю, как вы будете... А я потом, наверное, устала и легла на диван. Я понял, это намек, я все лопну на лету, но не поняла, что конкретно ты имела в виду. Вот я не понял. Что ты имела в виду? Вот я не понял. Что ты имела в виду? Нет, все понятно. Что ты имела в виду? А теперь ВКонтакте, ВКонтакте, ВКонтакте. Что конкретно ты имела? Да-да-да-да-да-да. Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? О, боже, о, боже. Розалия. Молодцы, да? По-моему, меня кто-то водит за нос, и кто-то меня обманывает. Это точно совершенно. Молодцы, браво, браво. Знаете, я хочу сказать, Александр, я через буквально вторую минуту засомневалась, что у вас не было никогда близких отношений с женщинами, или это Роза, которая так магнетически действует на любого мужчину, даже девственника вашего возраста. Пожалуйста, проходите. Ой, салу! Роза, зачёт, молодец. Просто сдала, может, хоть экзамен по актёрскому мастерству. Браво. Спасибо. Ой, Ларис, этих донов Педра и не сосчитать. Салун! А-а-а, я не могу. Молодец. Какая Роза. Скажите, Александр, какие у вас впечатления, какие чему-то вы, может быть, что-то новое пережили вот за свои 55 лет? Я чувствую, что я встретила вот именно Есси на свою половинку, которая в ритме со мной движется. Раздразила Роза? А что ж теперь остальным-то невестам делать? Послушайте, Роза одинока, и вы одиноки. Что вам мешает? Размечтался прямо. Он пусть Приданова побольше соберёт на меня-то. Будешь и корыстно. Я как говорю, да, корыстно, интересно. Я тут полжизни работала. Росток не 25 же. И что? Да, они же 16, ну и что? И что? Александр, ну вы понимаете, что вам не всегда будет так вести, и не всегда такие женщины будут активны, как эта блондинка 25-летняя, красавица, кроткая. Я понимаю, поэтому и пытаюсь использовать ситуацию. Глаз загорелся. Ну вы были смелы и удивительны, когда целовали плечо, шею, я просто была профессионала. Константин, а что это вы так зарделись? Я смотрю, румянец какой-то у вас так на щеках. А здесь жарко просто. Да, только жарко. Может, ничего? Нет. Неревность, нет? Может быть, чуть-чуть. Так, Александр, все понятно. Историю вашу в прошлой жизни ворошить не станем. Вас вдохнула, Розалия, новую жизнь какую-то? Да, вдохнула. Да? И жизнь и энергию. Теперь я готов. Готов на что? Готов начать с ней отношения. Начать с ней отношения? Ой, могу, хорошо, наивно. Александр, ну что, будем сегодня какую невесту-то искать? Ну, видимо, реальную земную. А с реальной земной получится так, как с Розой, нет? Ну, я думаю, у меня получится. Ну, хорошо, будем искать невест. Тогда, опираясь уже на свой опыт общения с Александром, что бы ты подкорректировала в его поведении? Все-таки общались довольно близко. Ну, честно говоря, Александр, нельзя так на женщину нападать, вот если что-то серьезно. Надо было бы сказать, как вы хорошо выглядите. У вас прекрасный цвет волос, я не знаю, у вас красивые глаза. Он сразу так, давай к делу. А вы чертовски обаятельны, я тоже ничего. Приходите к амбару, там договоримся. Это, по сути... Роза, я думаю, в случае Александра ему цынуть, правда, уже, ребят, нельзя, ну, уже все. Уже дотянул до 50... Вот именно так, вот хватаете просто. И так, который не сопротивляется. Ну, тогда надо без разговора сразу заваливать. Да. Роза, я, да, я за это. В общем, я вам желаю... Да уже хватит на нее вот так глазеть-то все. Не ваша Маша. Ему надо просто какую-то зрелую женщину такую, знаешь, вот, 50-10-летнюю, чтобы она им руководила. Худенькую, небольшую, да. Я считаю, что вам нужно встретиться с женщиной взрослой, типа Розы. Если у нее будут дети от предыдущих браков, это неплохо. Не надо мечтать уже о мелких. Зачем? Вам столько нужно наверстать, что не до детей. Вот получите эту радость жизни. Зачем вам дети? Вот радуйтесь, просто радуйтесь. Мне кажется, он сам как ребенок. А что вы пожелаете, друг мой милый? Ну, я пожелаю не отступать. Что пожелать? Не отступать. Если он решил прийти сюда и найти свою вторую половину, то нужно обязательно уйти сюда со своей второй половины. Не морочите голову. Ну, если нужно, немножко поморочите. Ой, ну и хорошо. Вот после рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Александр. Идите, знакомьтесь с первой невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Добрый день. Я Александр. Алла. Очень приятно, Алла. Я тоже очень приятно. Ну, спасибо. Проходите. Проходите. Будем разговаривать. Приятная внешность. Приятная. Мне кажется... А что не проводил ты ее? Ну, не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте, Аллочка. Ой, какая красивая. Как у вас все здесь красивенько. Как у меня. Можно вам подарить сувенир из города Боровска, Калужской области, чтобы ваша передача процветала, росла, обновлялась. Нет, это русский народный символ солнца. Солнце – это энергия обновления, процветания, рост. Хорошо. Спасибо большое. С кем вы? Мои подруги. Моя старинная подруга Люба. И моя недавняя подруга Вика. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Алла. 43 года. Государственное служащие. Имеет звание капитана. Сама может построить дом, вскопать огород и пересечь пол России на автомобиле. Ищет мужчину, который все это сможет сделать за нее. Мечтает о ребенке. Один жених с помощью Аллы хотел решить свои жилищные проблемы. Другой не проявлял инициативу. А третий собирался сесть на шею. Надеется, что знакомство с Александром в корне изменит ее жизнь. Изменит, Василиса. Произойдут какие-то перемены у нашей невесты? Вы малоуживчивый и командир. А мужчина, конечно, серьезного возраста, любит женщин более покладистых. Я боюсь, что несмотря на вашу внешнюю мягкость и расположенность к другим людям, вы, конечно, любите покомандовать в отношениях и довольно придирчиво. Прекрасная внешность. На мой взгляд, не настолько богатый опыт, который бы засел следующему мужу глаза. Но что мы будем делать с этим серьезным самостоятельным характером, я не знаю. Придумаем что-нибудь. Как тебе соперница? Блондинка вон. Такая же разборчивая, как Сашенька наша. Сашенька, я же вас чему там призывала? Комплименты. Ну вот скажите комплименты о внешности. Я хотел бы у Аллы узнать, если вы такая хорошая домохозяйка, вот что вы умеете готовить, интересно? Чем вы можете порадовать мужчину после рабочего дня? Я умею все. Все умеете, да? Да. Выпечку мучную, да, умеете? Умею выпечку, могу борщ сварить, могу щавелевую сварить. А вы что любите? Судя по вашей комплекции, вы обжора. Судя по моей комплекции, я люблю диетическую пищу, типа, растягай. Александра. Молодец. Салатики. А что же вы прям про еду-то сразу, опять про себя, а потом удивляетесь? Ну она очень прекрасна. Скажите, повторяйте за мной, Александра. У тебя глаза как у Лани. Глаза как у Лани. И дальше импровизируете? И импровизируете, что очень симпатичная, улыбчивая женщина. Ну она прям на 100% его невеста. Тогда точно. Она ему подходит, да. Аллочка, скажите, пожалуйста, у вас такой же небогатый опыт в отношениях с мужчинами, как у Александра. Замужем вы не были, детей нет? Нет, почему? Вы же прихорошенькая. Ну я не знаю причину. А сами как думаете? Или подружки что говорят? Высокие требования или что? Ну я не думаю, что у нее высокие требования, нормальные требования. Просто может она такой человек, она сначала все как учимся, работаем, все у нее вот в одной паре шло как-то. А сейчас уже такой, может быть, настал взлет души, что требует чего-то более такого. Вот у вас было три жениха. Есть три истории ваших встреч. Первых. Расскажите. Двое из этих женихов не умеют водить машину. Значит, как вы представляете себе, значит, я что, должна посадить жениха в машину и его возить? Мне надоело самой водить машину. Я хочу сесть, чтобы меня мужчина отвез на дачу, где я буду сажать цветы, разводить огород и так далее. Значит, у меня женихи-то от двух разводов до пяти разводов. Вот первый жених, у него было два развода, у него две дочери. Значит, пока я его везла на дачу, он мне рассказывал анекдоты про Брежнева, которые были интересны 30 лет назад. Голосом Брежнева. Мне это совершенно не весело от этого было. Так это никому не было бы весело. А про детей что он рассказывал? А про детей просто он как бы не видел смысла вообще в садоводстве, смысла в этом не видел. И когда я сказала про то, что я увлекаюсь, ну мне нравится вообще, это мои родители, осталось от моих родителей, я это не брошу никогда садоводство. Он сказал, это не нужно, но если только клубнику для моих дочерей. А выращивать эту клубничку должна Аллочка? Хорошо, да? И вот когда он сказал про клубничку для дочек, вы что ему ответили? Я ничего не ответила, просто мне стало... Остановились и выбросили его из дороги? Нет? Довезли до места? Конечно. И вот вы приехали на дачу, и там что? Ну ничего, мне было просто скучно, и всё. Второй жених что у нас? Второй военный жених, он был, ну, скуп, может быть, потому что он военный, я не знаю. Смотрите, с хурмой пришёл, хурму помыл. Ещё что он там прихватил? Вафельный торт. Вафельный торт, ну прелесть какая, ну прелесть. Вафельный торт, хурма. Нет, ну дело даже не в этом, я оценила заботу. И? Сам сожрал, что ли, всё? Почти, почти. Вот. Не, ну он не знает вообще, как куда-то пригласить женщину. Я говорю, ну вы не знаете, тогда у меня остаётся один вариант, это на дачу. Молодец, ты стир. А что? Ну он посадил мне две грядки лука. Молодец. Вот. А потом что было? Потом я решила, что больше не нужно с ним встречаться. Ну у него очень был большой живот. А, ну в общем, это да. Он убил, наверное, пиво. Такой большой, что его собственную луковичку вы навряд ли разглядели бы, даже быть. Ну понятно. А у них обыло, да? А третий был такой худенький очень, но как-то не худенький. Шейка тоже такая была тоненькая. Туненькая шейка, похожая на утёночка, которая в Останкинском пруду плавает. Ну, пригод не понравился. Сильная, она подавляет мужчин в силу своего характера. Вы государственная служащая, у вас есть звание, вы привыкли командовать, а не подчиняться. А как будет в семье вот распределение ролей? Кто главный? Я не считаю, что я командую. Я очень слабый и мягкий человек. Я хочу подчиняться, наоборот. А вот такому, как Александр, бы стали подчиняться? Вряд ли бы. Почему? Если бы он был моим начальником, я, наверное, бы подчинялась. А как мужа? А вот как мужа я не вижу как мужа. То есть я не вижу мужского в этом. А тогда зачем? На кой он перешёл-то? Или просто хочет детей? Он хочет детей, он хочет не встретить старость один. Почему? Я его понимаю. Он не тюха-матюха, его просто надо, говорю, разогреть. Разогреть, да. И всё. Он не тюха-матюха. Проходите, покажите то, что вы приготовили. Ну, не Александр, а нам всем. Я вам хочу подарить черешневый черпак. О, интересно вообще. Это русский такой, изделие русских мастеров. Значит, черпак в силу благополучия. Значит, вы будете черпать земные благи этим черпаком. Вы будете в своей семье в полной мере хозяином. А когда кто-то или что-то выйдет из-под контроля, вы примените этот черпак. Черпаком бак по голове. Я вам его дарю, и мы посмотрим, значит, как вы будете земные блага выбирать. Только по-честному. Это символ деньги, деньги, да. Это конфетти, весёлая жизнь. Рис, достаток в доме. Я выберу, значит, вот как. Достаток в доме. Потому что это как бы самое главное. Деньги, они ещё не универсальны. А достаток в доме, он как бы для семьи, он универсален. Вот. А веселье. Будет достаток, всё будет. Молодец. Видишь, он как грамотно разговаривает. Ты слышишь, как он грамотно говорит? Ну и какой вы сделали вывод? Ну, меня бы устроил мужчина, который наложил бы большой черпак денег, чуть-чуть веселье, и большой хороший черпак достатка. Так. Мы странно встретились и странно. Разойдёмся, идите, идите на место. Я вас провожу. Спасибо вам большое. Забирайте своих подружек и проходите в комнату. Спасибо. У меня вообще такое впечатление, что он совершенно не искренен. Вот не искренен. Это не твоё. Их, Александр, Александр, так мы вас с Розалией ничему и не научили. Ни глазки не строил, ни пытался завоевать, сидел скучно, опять ручки в комочек. Пройду, спроси. Губки поджал, опять про какие-то растягай. Ну, путь же к сердцу мужчины лежит, как известно, через желудок. Да-да-да, то-то вот прям у вас такую дорожку протоптали к вашему сердцу. Ну, уже хватит. Вот вам будет растягай и Константин приносить по дружбе. А женщина нужна для другого. Ну, вам понравилась кость невеста? Я бы дал другой ответ на этот вопрос. Я бы сказал, что невеста хочет видеть в женихе какую-то силу там мужскую, мужскую, но я могу сказать, что она сама такой очень авторитарный лидер, а два медведя в одной берлоге просто не уживутся. Тебе женщины не разглядели совсем. Ну, вот видишь. Это не то. А вы что скажете, Александр? Ну, я считаю, что мы смогли бы полазить, если бы начали развивать отношения. Вот. Для этого нужна только искра. И все. А что, искры не было с вашей стороны? Искры, думаю, есть. С моей стороны. А взаимности я пока не уверен. А Алла вообще, честно говоря, да выбирается. До 43 дожила, очередь, извинить, не стояла, еще сидит тут это и выпендривается. Чего выпендриваться-то? Редко мне нравятся женщины, так сказать, близко к моему возрасту. Очень мне понравилась Алла. Потрясающе. С таким чувством собственного достоинства. Такая умница, с такой иронией, с таким юмором. Аллочка, я вам желаю всего самого лучшего. Вы на меня произвели впечатление огромное. Мне тоже Алла по-человечески понравилась просто редкостно. Но, к сожалению, кокетство ржавеет у женщины. Василиса меня не влюбила. Почему? Нет, нет. Ты не права. Замечательный человек, но боюсь, что к мужчине нужно без столь прямых вопросов. Она слишком прямолинейна, она слишком открытая. Да. Ну, прямолинейна, да. Это я права. Мне скучно хитрить. Но я могу сказать, что у Аллы остался, но я не хочу сказать последний шанс. Это будет очень жестоко. Но в ближайшие полтора года у Аллы есть реальная возможность найти достойного человека себе. Поэтому советую ей быть внимательной, делать все для того, чтобы встретить этого человека. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Вторая невеста готовится к рандеву с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Александр». Идите знакомьтесь со второй девушкой. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Очень приятно с вами познакомиться. Мне тоже очень приятно. Рад вас видеть. Спасибо. Спасибо. Проходите. Здравствуйте, Леночка. Здравствуйте. С кем вы? Вот мои подруги Надя и Лена. Вы потрясающе выглядите, а наряд у вас, но я потом рассмотрю. Давайте пока посмотрим на экран. Елена, 49 лет. Бухгалтер. Мечтает открыть свой бизнес и побывать в Париже. Гордится тем, что пережила развод. Признается, что истосковалась по мужской ласке. Елена вылечила мужа от импотенции, а он завел роман с ее приятельницей и отказался от совместного ребенка. Надеется, что Александр умеет быть благодарным. Василиса, ну вот что, у Елены прямо вот такая разнесчастная судьба и ничего впереди не светит? Или звезды как-то будут все-таки благосклонны? Ну, женщины, в гороскопах которых Марс аспектирован напряженными аспектами, квадратами, часто переживают поистине драматические ситуации с мужчинами. И, конечно, муж поступил с вами, ну, просто ужасно. Но если проанализировать весь бывший опыт и сделать выводы на будущее, сразу станет понятно, что вы часто бежите впереди паровоза, иногда слишком активно за мужчину делаете то, чего он, может, и не просил бы делать. Я надеюсь, что у Елены следующая история любви будет все-таки приятнее и с более хорошим окончанием. Хотелось бы. Смотришь так, так все хорошо, мне нравится. Да, Ларис, прямо я про себя думаю, господи, сколько же у нас бедных и несчастных женщин. И каждая, в общем-то, по-разному свою боль прикрывает. Вот Алла там под своей самодостаточностью, жестким характером. А вы вот не боитесь говорить. Вы знаете, кстати, тот, кто говорит, больше очередь выстраивается, потому что люди как бы хотят помочь. Все почему-то сильные, надо быть слабой. Выйти и показать, какая ты слабая, и тебе нужен вот друг, защитник, опора. Правильно? Да. Ну что, получается, пригрели змею на своей груди, да? Когда мы общались, я же не знала, что она будет змеей. А змеей-то она же оказалась потом. Так вы ее в дом пригласили или как это случилось? Нет, мы вместе работали на заводе. Мы учились вместе в школе. Потом ездили вместе в техникум. То, что у нее один техникум, у меня другой, но был один путь. И потом вместе устроились на заводе. А где муж-то ее увидел? Когда? Муж также работал на этом же заводе. И вы ни сном, ни духом? Не догадывалась абсолютно. А как узнали? А узнала уже, получилась такая ситуация, что приезжал его отец, свекор. Приезжал на 7 ноября. Мы думали, что как обычно праздник, стол, застолье. А он, оказывается, приезжал к ней знакомиться, свататься. И вот только после того, как его родители дали ему добро, что да, видимо, она им понравилась, и он после этого уже начал... А у вас, делаю вывод, были плохие отношения со свекром и свекровью? Они жили в Саратове, вернее, живут и сейчас. И поэтому отношения не такие. Ну как, ну при живой жене сватать любовника? При живой жене пошли свататься. Вообще обалдеть, да? Такая ситуация ужасная. Вы с ней делились? Ну как и многие. То есть вы рассказывали, что муж несостоятельен в постели. Как мужчины ничего себе не представляли? Это все, интимную жизнь, было только у нас внутри семьи. И именно когда я его положила в клинику полечиться... А от чего полечиться-то? Хронический простатит импотенция. А-а-а, вот. Ну дело в том, что лечение пошло очень хорошо. На пользу другой. На пользу, да. Но, к сожалению, именно после лечения, как раз здесь просто сложилось все вместе, лечение, 7 ноября, и тут же вот он, вильной хвостом ушел. А вы с ней попытались поговорить? Сказать, ты с ума сошла? У нас сын, в конце концов. Что ты делаешь? На чужом счастье. Ну, весь набор банальный. Пытаться с ней я не разговаривала, а я разговаривала с мужем. И на что мне была сказана страшная фраза. Запомни, у меня сына нет, у меня есть дочь. То есть ее? Ее дочь, на тот момент девочке было 8 лет, нашему сыну было 3 года. И после таких слов, когда сам родной отец отказывается, и, кстати, он не знал... А та тоже родная, да? Нет, нет, это дочь от первого брака. А, боже мой! Посмотри, она и он совершенно разные. Совершенно. Ее слишком много, да, по сравнению с ним, правда? Послушайте, я знаю, что мальчишка после того, как отец ушел, он немел в приводстве. Он лунатил очень сильно, он стал, потому что он безумно любил отца. И на нервной почте через несколько месяцев он полностью потерял до речи. Но главное, она все это пережила, вынесла, и, посмотрите, выглядит хорошо, и старается еще, и жизнь устроит себе. А вы не пробовали после развода, ну, еще раз попытаться какие-то длительные, серьезные отношения с ним? Были мужчины, попадались, но, к сожалению, не для брака. То есть они не хотели, они хотели просто встречаться, общаться. А мне все-таки хотелось создать семью. Скажите, что-нибудь в Александра настораживает, пугает? Ну, знаете, я хотела спросить, какой бы вы хотели видеть около себя женщину? Вот в доме. Именно кухарку, которая будет около вас бегать с кастульками, с тарелками? Или же все-таки как-то, допустим, ходить в поход, ездить на экскурсию, можно даже на рыбалку? На рыбалку. Ну, в общем-то, люблю это дело. К сожалению, получается редко, но уважаю походы с удовольствием. Ну, однозначно, не только кухарку, а созвучную во всех отношениях с Путинской жизнью. Александр, а вы женщину какую любите? Похудее, пополнее? Ваш типа женщина какой? Может быть, не так важно, как... Силосложение, как важна энергия внутренняя, энергичность. Ну, она очень слишком для него... Грубая. Грубая, мне кажется. Вот это там другая будет женщина, подойдет больше. По-спокойнее ему надо. Елена, а Александр произвел на вас впечатление? Да, он для меня произвел впечатление. Мне так кажется, что мы могли бы найти общий язык, если даже где-то он будет немножко, может, стесняться или еще что-то. Я своей энергией-энергетикой смогла в его разжечь. Нет, ну что, не подойдет все равно. А покажете сюрприз? Да. Вы знаете, я видела, как вы шикарно зажигались с розой. Я очень хочу... Научите меня танцевать, покажите. Я с удовольствием с вами станцевала. Может, у меня что-нибудь с вами бы получилось. Ну, давайте. Тут практика самая главная. Да, конечно. Молодцы. Молодцы. Танцевали хорошо. И все. Проходите, проведите в комнату. Девочки, вам тоже спасибо. Вы следочком за подругой. Не сюда, Саша, до комнаты. В вашей комнате. Можно вольности, немножко вольности. Можно чуть-чуть. Да-да-да-да-да. Спасибо, девочки, спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Александр. Ждем вас. Нормально, нормально, хорошо. Да. Ну, Роза, может быть, тебе и обидно, но, Александр, с Леночкой ты зажигал даже, может быть, поярче, чем с тобой. Суетливо, 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 Александр. Надо как... С голодухи так, но ты прям уже хочешь что? Ты прям хочешь на Оскар. Давай все-таки по порядку. Александр, все хорошо, теплее. А что вы так прищурились? Кость. Ну, мне показалось, что Лена где-то, может быть, лукавила, когда рассказывала о своей личной жизни. Мне показалось, что где-то она хотела показаться... Более целомудренной, да? Да, открытой, может быть, такой правдивой, чем на самом деле. Худешь ли я лукавила, когда все было так на самом деле. Женщина была такова. Леночка, мне кажется, очень теплая женщина. Прям как... Прижмет вас? Душевная, конечно, но... Ну что, Ной, смотрите, как зажигала. И залюбит-то как-то. Она вас пожирала просто. Да, да, да. Честно говоря, Ларис, права, позавидовала. Ну, надо же прям как мужчину так хотеть. А что тебе мешает? Ну, отбей. Опять отбить. Не надо отбивать никого. Простите, сколько можно уже отбивать? Вася, мне, например, Лена очень понравилась, правда. Такая вот русская женщина, таких сегодня большинство, и они хорошие. Мужчин не хватает приличных. Одни спились, другие уже разобраны. Огромными достоинствами вообще обладают женщины-стрельцы. Они крайне самостоятельны. Это самый самостоятельный женский знак зодиака. Она еще и солнце в соединении с Марцем. Бежит впереди паровоза. Такая женщина начнет обольщать вас первым, скорее всего. Но мне кажется, что это и неплохо, потому что вы сами активность не бросаетесь проявлять. Когда я бегу впереди паровоза, меня надо останавливать. Один разок его прокипятишь, и он будет твой. Все. Совсем скоро жениху предстоит третье свидание. После рекламы Смотри на продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю вам, Александр, встретиться с третьей невестой. Проходите. Удачи. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Татьяна. Мне очень приятно с вами познакомиться. Очень приятно, Татьяна. Молодец. Молодец. Ну, если мы, может, мужчины не могут сами, приходится нам. Здравствуйте, Татьяна. С кем вы пришли? Это мои подруги Галина и Валентина. Очень приятно. Давайте с вами посмотрим. Татьяна, 56 лет. Руководитель отдела в страховой компании. Каждое утро начинает с зарядки. Гордится своей физической формой, мечтает выйти замуж и погулять на свадьбе дочери. После смерти мужа Татьяна увела из семьи соседа. И надеялась, что он заменит ее ребенку отца. Но он не был готов к этому. Надеется, что Александру удастся влиться в ее семью. Ну, и что ты расскажешь о Татьяне? Соединение Луны с Нептуном в весах. Такие люди обычно умеют быть добрыми в любой ситуации, располагают к себе. Даже иногда наступают на горло своей песни, если честно. И умеют улыбаться собеседнику вопреки всему. Может быть, у нас сегодня это и будет происходить. Немножко манипулятор. Но мне кажется, что для женщины умение манипулировать окружающими, это, в общем, не такой страшный грех, как для мужчины. Мужчины гораздо более страшные манипуляторы. Вот, пожалуй, так. Тебе невеста нравится? А мне, Танечка, нравится. Правда, конечно, по возрасту старше вас, но зато, говорит, в хорошей форме. Я надеюсь, что как раз вам это будет очень хорошо, потому что за все время воздержания придется, как говорится, отдуваться. У меня мама старше отца на 4 года. Вы всю жизнь прожили. И всем пожелаешь такого счастья и брака. Как вот вы увели мужчину с соседа? Ну, так получилось. У меня муж умер. И человек, который жил рядом, он, как я понимала, давно на меня глаз положил. И, в общем-то, начал ухаживать за мной. Вы стали вместе жить? Ну, да. Жена его к вам не наведывалась выяснять отношения? Нет, мы выяснили отношения сразу, изначально. А как выясняли отношения? Мирно или... Ну, началось очень так весело, очень достаточно ярко. Получилась такая ситуация, что у него была... Ну, машина попала в аварию, он позвонил мне, попросил, чтобы я вызвала ГАИ. Я ГАИшника вызвала, и он попросил мне принести телефон. А это было прям буквально рядом. И он, в общем-то, я понесла ему телефон, а он, оказывается, в это время позвонил своим домой. Вот, сказал, что тоже в аварию попала. И пришел его сын, и когда он увидел нас вместе, ну, там, естественно, он, в общем-то, был возмущен, и позвонил своей матери. Прибежала мать, и налетела на меня с кулаками. А вы что? Я ее положила на лопатки. И она просила, когда уже я ее положила, она поняла, что она со мной справиться не может, она говорила, отпусти меня. Я говорю, ну, ты уходишь сейчас, Игорь, за мной не идешь. Вот, и через два часа он позвонил ко мне, говорит, вот, хочешь, не хочешь, я прихожу к тебе. И вы стали вместе жить. Нет, ну, эти девочки, они как-то, вот, для него они староваты. Для него, вот, они староваты, хотя разница в год. Ему вот надо, вот, мне кажется, помоложе. Вы искали отца для своей дочери? Да. Поскольку она осталась без отца, естественно, мне хотелось. Я думала, что, поскольку у него двое детей, я думала, что он станет хорошим отцом. И сколько вы с ним прожили? Пять лет. И что все-таки случилось? Почему он не стал отцом вашей дочери, мужем для вас? Ну, характер, вот, такой, знаете, он внутри агрессор. Я в свое время, где-то вот после четырех лет, я задала дочери такой вопрос, я говорю, как ты смотришь на то, если мы расстанемся с этим человеком? Она говорит, решай сама, потому что, как он ко мне относится, мне не нравится. А как он к ней относился? Ну, достаточно грубо. Достаточно грубо. А вы делали замечание ему? Пытались ему объяснить, что она девочка, нежная, что с ней так нельзя? У моей дочери умер отец, когда прошло буквально несколько лет. И мы как-то лежали и обсуждали в чем-то нашу жизнь, так сказать. И вот дочери, я ему говорила, как важна для нее его внимание как отца. И он говорит, да что ты? Она давно уже забыла о том, что у нее отец умер. А сколько ей лет было к тому? Ей 13 лет было. 14. А вы не считаете, что это вам наказание за то, что вы сделали плохой поступок? Вы же разбили чужую семью. Ну нет, он ничего такого особенного не сказал. Во-первых, он и не должен был рассуждать о вашем муже. Нет, а что значит, что моя дочь забыла своего отца? Что ей уже это как бы... Я знаю, что она не забыла. Я знаю, что моя дочь безумно переживала потерю отца. Я постараюсь услышать от него. Я постараюсь стать не хуже, чем тот мужчина, который спал с тобой, и ты от него родила ребенка. Я постараюсь, чтобы она меня любила не меньше, чем твоего мужа. Нет. У него была еще, слава богу, такая реакция, а не хуже. Не знаю. А вам не стыдно? Понимаете, он когда ко мне пришел, я первый вопрос, который задала ему. Говорит, ты женатый человек. Он говорит, я все равно там жить не буду. Таня, ну что, понимаете, все от нас зависит, от женщин. Все зависит от нас. Мы создания хитрые. Мы всегда знаем, чего хотим. Этого добиваемся. У кого-то удается держать мину правильную, кому-то не удается. Но мы, в принципе, да, за все расплачиваемся в этой жизни. Может быть. Скажите, а сколько лет назад вы расстались? Пять лет. Пять лет? Вот перед вами сидит Александр. Ничего вас не настораживает? Вас все устраивает? Ну, меня настораживает то, что у него нет семейного опыта. Я все-таки 18 лет прожила с мужем в семье. Я прожила 5 лет с другим человеком. Танечка, вообще для чего брак нужен вот в таком возрасте за 50? Ну что, для того, чтобы... Ну что, прям такие страсти нужны? Не нужны они 300 лет? Нет, нужна, наверное, какая-то уверенность. Может, я как раз и смущаю то, что у него вообще никакого опыта нет. Это тебе нужны страсти. Да, смущает. Вот, смущает. Не смущает, что опыта нет. Так бы, пришел бы на готовый уже, учить не надо, а тут еще неизвестно. Мне кажется, в этом есть какой-то определенный шарм. Шарм, да. Учить, да. Попробуем. Ух, если его прижать к теплой стенке, да, может, из него кое-что еще получится. У тебя точно получится. Как бы он бы не сбежал, чтобы у него батарейки не сели. Ничего, ничего не сбежит. И вот чем вы будете с Александром заниматься? Ну, во-первых, я свое свободное время провожу в бассейне. Я очень люблю. А вот поэтому она такая подтянутая, молодец. Мне тоже нравится. Я занимаюсь уже, да? Да, я люблю плавать. Я занимаюсь плаванием. Я проплываю от полутора километров, даже километр семьсот брасом. У меня есть чему поучиться. Вот, поэтому вот мне нравится вот так. Я очень люблю гулять в лесу. Очень люблю. Мы заметили. Я поддерживаю в этом тоже. Да? Поддерживаю, да. Мне тоже нравится. Поэтому я очень люблю театр, я люблю кино, я люблю просто посидеть с книжкой дома. Да все подходит. Да все подходит, я тоже так. Ой, как здорово. Ну, тогда покажите сюрприз. Александр, поскольку я знаю, что вы любите заниматься спортом, и я тоже люблю заниматься спортом, поэтому я вам предлагаю покрутить в холоху. А, давайте попробуем. Получится. В практике нету, в практике нету. Я вас научу. Я вас научу. Настойчивый мужик-то, настойчивый. В практике нету. Ну что, я вас научу. Научу что-то. У вас не так получалось. Александр, движение, в общем-то, из одного. Ой, даже не буду договаривать. Нет, девочки, в ваше время истекло. Проходите в комнату. Молодец, знала, на что тестировать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, девочки, проходите. Константин. Ну, мне Татьяна очень понравилась. В принципе, я ее понял. То есть, она всю жизнь прожила семейной жизнью. Сейчас осталась одна и как бы не привыкла к этому. Соответственно, ей нужен человек, вторая половина. Вот. У нее активный образ жизни довольно. У Александра тоже. То есть, у них много общего. И мне кажется, что это хорошая кандидата. Мне тоже так показалось. Так, тебе мужик вообще. А у меня отсутствие сексуальных сроков. У меня девственников не было. Пожалуйста. Роза. Я тоже не против Татьяны. Более того, Танечка, ну не смущайтесь. Во-первых, в том ряду, в котором вы на моем рынке стоите, там вообще уже не очереди, вообще никого нет. Поэтому тут вот такой козырный пришел мужчина. Но должны быть какие-то недостатки. Конечно, без денег. Но ничего, у кого больше денег, тот и делится. Правда ведь? Зато хорош, не пьющий, не дебошир. Можно сказать, золотой просто. Ну что, девка, где опыта? Да ладно тебе, господи. Делай случаем. Не переживай. Да, я уже говорила, мне очень нравятся вот русские женщины. С судьбой каждая из них хороша. И мне не пугает этот опыт. Увела, не увела. Да, знаете, мужчина не телок, в конце концов. Не захочет, не уведет. Ну вот была такая вот Татьяна история. Хорошая, понравилась. С Александром, честно говоря, не вижу. Не видит она меня с Александром. Да, не видит? Она сказала так. А Василий? Абсолютно ваш тип женщины. Среди всех трех невест именно Татьяна должна была вам вот своей повадкой, что ли, понравиться больше всех. В ней нет излишнего нажима на мужчину. Есть достаточно выжидания, но и одновременно, в общем, есть достаточное дружелюбие и расположенность к мужчине. Но я соглашусь с Ларисой, что вряд ли она выберет мужчину такого типа, как вы. Она любит мужчин с, как бы это сказать, с активным мужским началом, ярко проявленным. Нет, а он сказал, что он девственник. Я вообще опомнилась. Константин, вы видели трех женщин. Кто из них достоин вашего друга Александра? Я бы сказал, что сначала мне по душе, что ли, ближе, мне понравилась Алла, конечно. Потому что я сам овен, и мне как-то такой волевой характер очень близок. Я как бы понимаю. Жених тебе понравился? Нет, мне жених не понравился, но я очень искренне желаю ему, чтобы у него все получилось. Но если он зайдет, ты выйдешь? Выйдешь к нему? Нет, я не выйду. С другой стороны, если человек сказал, что ей нужен более брутального типа мужчина, то я думаю, что здесь Александру лучше выбрать, конечно, Татьяну. Потому что такая жизненная энергия, активность, стремление создать семью. Мне кажется, что это для Александра выигрышный вариант. Ну как он тебе, Танюш? Ну, девственность, это, конечно, очень неожиданно, очень непривычно для меня. Я рекомендую Елена. Будет 99% попадания в цель. Елена. Девочки, мне Александр понравился. Если он все-то войдет, я за ним выйду. Мне очень понравились все женщины, редко так бывает. Каждый из них достойно хорошего мужчины, достойно, чтобы проживать лучшие зрелые годы в любви и согласии. По большому счету, я не вижу рядом с вами никого. Но с Татьяной можно было бы попытаться, если вы будете над собой работать. Александр, никто не обязан вас любить черненьким. Пытайтесь что-то в себе изменить. Пытайтесь все свое внимание, все то, что у вас есть лучшее, обратить к женщине. Будьте более заинтересованы. Женщине нравится, когда о ней говорят. Когда ей интересуются. Когда задают ей вопросы. И прекратите вы с этими уже кулебяками, драниками и так далее. Ну что, голодное детство, что ли, в конце концов? Даже не начинайте с этого. И все эти разговоры про детей, что она может быть моложе или не моложе. Ну давайте, будьте к себе объективны. Какие дети? Вот ждите общих внуков, и все у вас будет прекрасно. Татьяна. Мне кажется, Татьяна. Если она зайдет за мной, я за нее иду. Это интересно. Я должна сказать, с сожалению, что вам подходит Татьяна из всех женщин больше всех. С сожалению, потому что вряд ли она когда-то свой выбор на вас остановит. Поэтому я в замешательстве. С одной стороны, Елена будет рада выйти с вами. У меня такое ощущение, что 40 на 60. Войдет? Да, что он войдет, а 40, что он не войдет. С другой стороны, стоило бы пойти к Татьяне, потому что именно ее бы вы чувствовали как более родного, наверное, человека, более близкого. И именно к ней смогли бы быстрее адаптироваться. Рискнуть можно, да, рискнуть можно. Александр, вы сделали свой выбор. Идите. И чтобы вам не отказали, помните наши советы. Помните, мы вам желаем добра. Поэтому вооружайтесь и вперед. Мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4 четверки. Михаил, 20 лет, номер 1773. Звукорежиссер в клубе и бэк-вокалист. Ищет женственную и беззащитную девушку, о которой ему захочется позаботиться. Татьяна, 28 лет, номер 1774. Парикмахер-модельер. Ищет мужчину, который не будет мешать ей реализовываться в профессии. Мы не знаем, вы здесь Александр один или сын Браницы. Выходите, давайте его поддержим. Александр. Татьяна, я буду вас. В этом немножко хочу с вами связать свои отношения, построить именно с вами. Спасибо, Александр Ильич. И рады, добрый день. Хорошо выглядите. Давайте рядом. Нравится. Внешне похоже. У нас есть пара Александра и Татьяна. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Спасибо. Зачем бегать там направо, налево? Ну да, я ревнивец, я мало расчетую. Дикий конь, который никогда не видел стойла. Вы меня раскусили. Это действительно так? Ну и мужчине как-то нужно проявлять фантазию и пытаться себя будоражить. Можно я тебя украду? Я еще ни одного мужчину не видела, который женился. И чтобы у тебя со мной, без меня, ну чтобы были розы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова